Это чей? Третий отряд. Да не я ее, тырил начальник, не я! Смолерчук! Может, этот? Запиши. Есть. Для нашего дела сломы, черкни. Есть. Две девчины гарны, Лена и Леся, катили по Киеву на Мерседесе. Украшенный флагами Евросоюза, был город прекрасен, как песня колючка. Огни путиков, ресторанов, отелей, девушки с внешностью фотомоделей. Все это горело, светило, сверкало, как искры шампанского в чреве бокала. Рукою в бриллиантах рулила Лена. Другой рукой околея колена, откинувшись в кресле, как будто в кровати, она теребила роскошное платье. Она теребила роскошное платье. Супер Керушен, цедоржавна валюта. На этих словах романтичная Леся, песенки нежным задумчиво грезе, открыла свою родину, чтобы интеллигентно в него положить полконфетки соренду. На улице новых героев Майдана, с конфеткою в губках гламурная дама, кокетливо шеей качнув лебединой, надела венок из ромашек с калиной и молвила, чуть расстегнув вышиванку. «Алена, давай загуляем до ранку, за ніч якомесячно, глянь же, Алена, давай же найдем особи джентльмена». «Прекрасну додумку озвучила Леся, нам буде потішно втрою у Мерседесі. Нехай зараз швидше пойдет ця Бибіка, щоб ми з тобою, Леся, знайшли чоловіка». «Алена поправила модную шляпку. Авто пролетело под дул, без сарапку, залитый цветными огнями рекламой бульвар Макаревича, площадь Обамы, и без остановки проехала Юзом проспект Единения с Евросоюзом. И сразу за спуском Руслана Гуцулки она тормознула в глухом переулке. И там, в темноте у ларька Промтовара, Алена включила передние фары, слепящим огнем осветив на лужайке невзрачную женщину в старой фуфайке. Алена ворчливый мотор заглушила и выглянула из салона машины. «Привет тебе, Титка! Ну як тобі тут, а? Покажеш нам злэзи твоих проститутів? Мы поедемо з ними в кафе пить коктейлы. Ну де там сховалась твоі чип-н-дейлы?» «Да зараз!» – кивнула в ответ сутенерша. «Эй, хлопцы красене, власть здесь, Порше!» Она обернулась. Вдали от панели дремал жигулёнок четвёртой модели, Откуда как будто пошла панихида пятнадцать мужчин невесёлого вида, Один за другим, показав свои лица, построятся, вылезли перед девицей. «Ну шо, выбирайте красуньи вы наши! Ни две мужики не знают этого краше! Воно все красене, в Росквите и в Силе, Уси Москалы, вси с голодной Россией!» «Щось, мамочка, я тут красенев не бачу, А есть среди них хоть какие-нибудь мальчики?» Весерненько хлопцев дивились погано, Вони живописьки, как стволы на ганах. Вони мазкали, Хоть слабки, как вояки, За те хороши, как могут не ебать их. Димон, Володимир, Мовлади, Та'єна, Кунили згозроблять, ну так офигенно, Такие виртуозные зроблять тебе штуки, Вони мискали, языкастые творюки. А знаете, шо подскажу я вам, пані? Ось яшка, Як свіжий вареник в смітані, Москалі евреї, Все в одному флаконі, Ну прямо цукерка соренто в гандоні. Цукерка соренто? Мені це і треба. Ну шо ж бодрівець, хлопець на тебе? Весь мій собі дітаніка, Кріста Далайв, А ми в ресторан, Йесті свіжих амаїв. Она, проявляя нескромну нежність, Рукою щупала парню промежкость. Приєм ціність, Приєм цінічна і сміла, Як свіжий вареник, Як свіжий вареник? Я, Яшин, Кацавкер. 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 browser на центральной спортивной арене Людей-антипутинских мировоззрений заставили встать на колени уроды надежды лишить их любви и свободы Когда ж Макареевич зап...? Эти суг segue Его пламали пальцами, руки А после всех пыток, чумольцы-твари вообще запретили играть на гитаре. А вы молодцы. В честь певца и поэта назвали бульвар. Уважаю за это. И вас уважаю, Олена Лезина, за то, что вы ездите на Мерседесе. За то, что со мной просты в разговоре, хотя вы тут обе в Кортье и в Диоре. А я кто такой? Не имеющий веса, обычный москвич, стоматолог, профессор, бессмысленной жизни, случайный осколок. На этих словах проститут-стоматолог, душой осознавший всю низость падения, вздохнул и заплакал, уткнувший в сиденье. Не надо, не плачь, обернулась Олена. Давай, Лесе, вытащим яшку из плена. Нельзя допускать, что в Европе разудом профессор работал простым проститутом. И ты же про это, сестричка, все знаешь. Такой врагу не всегда пожелаешь. А ты? Ты зачем, Яков, нос свой повесил? А хочешь, садовником будешь у Леси? Ведь если ты, правду, хороший любовник, то в Канны, на виллу нам нужен садовник. Что в доме хозяйничать, делать покупки, следить, чтобы у нас были белые зубки? Не веришь? Вот тысячи еврованцев. Ну что, ты готов нюхать травы прованса? Готов. Я готов нюхать все, что угодно. Лишь только бы жить и работать свободно. Ну, все, что угодно нам нюхать не надо. Ты, Настенька, лучше подсыпай, афинада. Хороший продукт. Не по-детски вставляет. А чем эта Леса так странно воняет? Мне кажется, будто идет от подмышек удушливый запах горелых покрышек. И вонь, как от старого сухом отраца. Нет, нет, не хочу. Не хочу просыпаться. В Европу хочу. Где ключи от машины? Раздался прерывистый крик петушиной, разбуженным сибовым гудком паровоза. В деревне Авдиевка пахло навозом. Рассвет занимался над сонным поселком. В хриву, в унисон, ненакормленным телком протяжно мочала корова сибуха. А Лена проснулась. Во рту было сухо. Прокуренный воздух вонял унитазом и трухлым украинским сланцевым газом. Которым несло пшеничных покосов, захваченных газовой фирмой «Пиндос». В просветных лучах, как кино про вампиров, пустая бутылка от водки Немиров словечно сверкала в углу под кроватью. А Лена поправила мятые платья. На кухне гремела посуду в лесе. «Сестричка, выгухнется, зараз ты здесь?» «Так, тут». «Разкажи, дыма в ночи ты сел и что за цукерки с тобой мы съел? У меня в прямом роте геркота. Цукерки рошем? Ох, яка ж это блюгота. Погана закуска. Не переварима. Клайсма «Сестричка» в Европу вступила». АПЛОДИСМЕНТЫ